всем привет приветствую вас на моем канале сегодня будет обзор телефона от компании сяоми redmi note 10s это один из вариантов redmi ноутов есть еще такие варианты как redmi note 10 redmi note 10t и redmi note 10 pro эта версия на 6 гигабайт оперативки и 128 на обычной памяти в этом телефоне уже стоит amoled экрана 4 камеры есть nfc ну и сейчас мы подробно распакуем этот телефон посмотрим какая у него комплектация ну и так далее итак открываем телефончик и смотрим что у нас внутри внутри вот видим сам телефон на котором написано 64 меопиксельная камера экран amoled 643 процессора helio mediatek g95 и 33 ватная быстрая зарядка что у нас еще в общем комплектации комплектации как всегда сейчас посмотрим если чехольчик ну как обычно компания сяоми всегда чехольчик выложит чехольчик у нас в наличии есть вот скрепочка для лотка sim карты немножко макулатурки здесь как где все описано всякие там арантии и так далее кому надо почитает ну и вот самая силиконовый чехольчик чехольчик идет в комплекте обычный стандартные пока не купите такой более получше поинтереснее но это тоже чехольчик более такой нормальный качественный хорошего силикона идет также кабель с разъемом и тайп си вот как вы видите и эта сторона у нас тайп си оранжевая цветом это означает для быстрой зарядки и вот тоже сам юсб выход тоже с оранжевым такой пометкой ну и питание вот такое большое 33 ватт на и тоже раново живых значок для быстрой зарядки 33 вата но мы эту зарядку конечно протестируем тоже поставим посмотрим как она работает реагирует ли на нее телефон но зарядка но это большой плюс что идет в комплекте потому что уже некоторые apple и samsung и уже не лужут зарядки надо докупать там старые более слабенькие а на дорогие надо немножко выкинуть а тут уже идет всем комплекте это очень большой плюс компании так и сейчас снимаем пленочку и посмотрим на сам телефончик телефончик у меня черного такого серого цвета сам телефон глянцевый вот вот видите четыре камеры зоди надпись redmi так камеры одна камера так здесь посмотрим здесь склонер отпечатка пальцевая встроенная уже в кнопку качелька громкости вот здесь сбоку здесь лоток sim карты внизу мы видим и разъема на наушники ну конечно внизу не очень удобно но все таки микрофончик тайп си и динамик и вот еще один динамик микрофончик и камера 64 мегапикселя основная широкоуголка у нас внизу на 8 мегапикселей для макросъемок и 2 мегапикселя и камера для глубины цвета тоже на 2 мегапикселя вот такие у нас камеры звук здесь стерео 2 динамика поэтому звук вообще уже прекрасно звучит сейчас мы посмотрим еще на лоточек sim карты здесь лоток на 2 sim карты наносим и на карту памяти с поддержкой до 2 терабайт памяти так что расширить и так внутри 128 гигабайт еще можно расширить до двух терабайт поддерживает этот телефончик память ну теперь можно его включить и посмотреть с телефончиком я уже недельку хожу очень доволен все прекрасно работает не лагает обновился до последней прошивочки мио и там 12 и 5 в январе или феврале должна прийти мио и 13 вот сяоми недавно представили эту прошивочку так что и android 12 тоже с этой прошивкой придет так что будет все нормально настройки сильно вам рассказывать не будут так как уже много видели они теперь в принципе мио и на всех телефонах однако вы настройки мы сейчас посмотрите какая версия мио и 12 и 5 так хранилища вот 39 гбайт занято такая там немножко приложение установил игрушек для теста так чтобы вам все показать так ну и сейчас мы что еще посмотрим какие такие интересные настройки есть вот настройки экран здесь можно выставить темный режим чтобы ну как кран amoled и темный режим более экономит заряд есть устранение мерцания 10 димминг кто как известно amoled очень влияют на глаза поэтому нужно включить острые устранение мерцания и телефон работает отлично глаза не болят не голова ничего поэтому советую эту функцию включать и очень будет приятно глазу есть режим чтения для как бы книжечку чтобы ночью читать чтобы тоже на глаза ну как всегда можно выставить размер текста кому какой удобно так что все здесь как надо так ну дальше что у нас еще посмотрим у нас рабочий стол видите мио им есть и меню приложений можно выставить классические или меню приложений тоже кому как нравится мне больше нравится меню приложений ну каждого в свой вкус каждый может по-своему все настроить что еще такое показать но все настройки я как бы говорю уже принципе стандартные у меня там есть обзор на redmi 10 там тоже посмотрите там более подробный обзор меню здесь меню аналогичное просто железо немножко отличается расширенных настройках можно выставить регион какой надо вот регионах тоже есть в основном вставляют свои регионы но некоторые ставлю там сша или еще но сейчас мы поставим на зарядочку проверим эту 33 ватную зарядку как же он берет заряд ставим разъем type-c и в розеточку и вот посмотрите как идет зарядка так идет быстрая и mi turbo change вот видите ультра быстрая зарядка очень быстро за полчаса телефон набирает своей практике где-то 53 процента но час 20 минут час 30 и телефон полностью заряжен также вот видите есть на экране always on display это когда телефон тухнет и на экране вот это на это в маляде экранах тоже такое есть подсвечивается цифры часы здесь можно выбрать и вот в этом режиме посмотрите разные картиночки часы вот такие всякие кому как нравится все ставите и когда сообщение тоже приходит на телефон тоже загорается экран и вот эти сообщения тоже на экране видно здесь нету диодного датчика но есть вот такая штучка очень удобно например мне она нравится так ну сейчас отключаем от зарядки пойдем дальше тестировать этот телефончик так что на потестируем наверное посмотрим и попробуем как работают в этом телефоне игры потому что процессор g95 все говорят что это мощный процессор хорошо подходит для игр игровой но давайте сейчас попробуем потестировать игру асфальт 9 вот посмотрите запускается раночка ну с практики телефон справляется с хорошо с такими игрушками поэтому все идет неплохо посмотрите посмотрите какая графика отлетает ну сейчас я немножко поиграли вы посмотрите нет никаких независаний в принципе справляется с игрушками с асфальтом 9 справился телефончик отлично игра идет на уровень тем более телефона памяти 128 гигабайт можно устанавливать много чего можно и приложение много устанавливает видите звук идет стерео с обоих динамиком звук вообще великолепный насчет звука вообще вопросов нет отличный телефон так ну давайте еще попробуем популярную игру паб g но вот эта игра немножко так ну телефон конечно не флагман есть иногда провисание но в принципе тоже можно играть картинка так идет плавно не идеально и она плавно принципе для этого телефона нормально здесь есть режим game turbo чтобы ускорять игры поэтому все игры идут в этом режиме учение усиливает характеристики игры очень помогает это приложение так ну давайте сейчас отсюда выйдем еще одну игрушку посмотрим постреляем зомбаков тоже интересная такая игрушка посмотрим на графику но игры тянет все телефон довольно мощный процессор имеет 8 ядер больше чем 2 ггц точно не там 2 и 2 и 5 205 ггц 8 ядер поэтому оперативки 6 еще здесь есть функция расширения оперативки можно добавить еще 2 гигабайта поэтому 6 плюс 2 получается даже 8 гигабайт оперативки поэтому всего хватает неплохо так что телефон справляется с игрушками на ура с таким железом еще бы не справлялся ну давайте что еще но посмотрим на камеру камеру как я говорил уже основная камера у нас на 64 мегапикселя видео вот видите есть режим профи есть режим видео видео снимает в разных форматах или сейчас я вам покажу как их есть 720p есть 1080p 30 кадров в секунду 1080p 60 кадров в секунду и 4к 30 кадров в секунду камера 64 мегапикселя поэтому она позволяет таком режиме все снимать и широкоугольная камера на 8 мегапикселей тоже можно побаловаться режим фото вот есть обычный есть фото макросъемка можно летом например побаловаться по фоткать жучков с близкого расстояния ну вот например включил я макросъемку вот так видите и она снимает хотя камера на для макросъемок 2 мегапикселя это и маловато идеальные фотки конечно макро не получится но побаловаться почему бы нет есть еще портретная съемка для этой тоже есть отдельная камера для глубины цвета есть ночной режим есть камера для 64 мегапикселя с большой детализацией тоже можно этой камерой побаловаться пофоткать тоже сейчас посмотрим а вот я сфоткал на эту камеру картинку и вот посмотрите как увеличивать видите какая детализация всего отлично просматривается так что камеры для этой модели не флагманская конечно но неплохие так что телефон мне очень понравился за хорошую цену как всегда топ за свои деньги могу посоветовать неплохой телефон с хорошими камерами и с неплохим процессором вот такое сегодня видео всем спасибо за просмотр и до новых встреч до новых встреч